Друзья, всем привет! Сначала, что сегодня я делал? Сегодня я продал на активном Сургутнефтегаз, который брал вчера. Вот мне спрашивают, типа, а что такой маленький процент, 2% фиксанал? Дело не в процентах. Я фиксирую никогда какое-то определенное количество процентов. Смотря по ситуации. Ситуация сейчас такая, что там каждая фикса на счету. И понятно, когда рынок растет, я и 10, и 15%, и 20% могу не зафиксировать. Все зависит от рынка. А Сургут взял, почему совсем чуть-чуть? Потому что далеко не главная компания в моем портфеле. Нефтегазов у меня много. Ну, в списке покупок. Естественно, они меняются. Сейчас в портфеле «Газпром» есть и «Луколы» есть. Остальное все продано. Жду хороших точек входа. Хорошо продано. Роснефть очень хорошо продано. Вот. Буду перезаходить. Так. По вашим вопросам. Значит, вы спрашиваете. Антон, здравствуйте. Что вы думаете об акциях «пятерочки»? Они у вас есть в долгосроке? Конечно, нет. Какие пить? Какая пятерочка? Я давным-давно продал все депозитарные расписки и акции иностранных эмитентов. У меня нет «пятерочки», у меня нет «Русагра», у меня нет «Яндекса», у меня нет «Озона», у меня нет «Полиметалла». Мне вообще пофигу, что они там падают, потому что давным-давно их продал. Потому что вероятность того, что будет блокировка, да, на ВТБ я не успел продать, да, их заблокировали, подзатупил чуть-чуть. Но ВТБ тогда первым блокировали. Но как только ВТБ их блокировали, я сразу все продал на всех своих других брокерах, все эти депозитарные расписки. И просто прекрасно понимал, что будут блокировать, и люди будут продавать, и тех, кого будут блокировать, будут идти. Вот как я, допустим, там, в Россельхоз меня перевели. Я пошел, я сразу продал их и не стал там ждать, пока они там отрастут или пока их заблокируют. Зачем? Сейчас есть куда перевложиться. Поэтому никакой пятерочек, никаких депозитарных список, никаких акций иностранных эмитентов, пока такая фигня творится. Я сколько раз об этом говорил. Не потому что компания плохая, а хорошая компания. Я очень хочу в нее инвестировать. И в Яндекс хочу инвестировать. И в другие компании. И иностранные компании есть очень интересные, в которые я хочу инвестировать. Но не время поймите сейчас. Какая? Вот сейчас вышло, в Центробанке предложили вообще ограничить покупки иностранных акций. Нельзя было это как бы спрогнозировать. Можно было. Но что такое прогноз? Прогноз это процент вероятности событий. Как только... Что такое риск? Риск это процент вероятности негативного события. Как только процент вероятности определенного события достигает какой-то критической величины, я избавляюсь от акций. Вот, допустим, процент вероятности того, что с Петропавловской будет такая фигня, как она случилась, он еще там год назад был критичным. Еще тогда я там... Ну, я не помню, когда мы Петропавловск продали. Ну, очень давно. Аэрофлот тоже самое. Еще там на... Мы тоже давно продали. Все считается процент вероятности. Почему продал депутат на расписке иностранные акции? Потому что процент вероятности того, что сейчас творится, был большой. Причина следственной связи. Просто делайте и все. Что-то сложного. Этот... Русал, говорит. Дольче. Дольче, Дольче. Русал же в российской резиденции. Русал раньше был в иностранной резиденции. Потом его перевели в российскую. Я с удовольствием в него инвестирую. Русагра нет, конечно. Русагра нет. Не в российской. Вот пишет Анастасия. Есть ли смысл брать СПБ спекулятивно? Или там бездна? Ну, то, что вот сейчас на фоне того, что бегство пошло из иностранных акций и планируют ограничить покупки. Еще не ограничили. Планируют только. Но и не факт, что ограничит. Я же говорю, не факт. Ну, просто есть риски. Зачем рисковать? Не пойму. Ну, был бы риск обоснован, что там ты можешь заработать больше, чем там. Но и на российском рынке можно хорошо заработать. Тем более, если брать стоимостную оценку акций. Стоимостную оценку компаний капитализации акций к стоимости ее активов, денежных потоков. Минус долгий. Еще поинтереснее компания у нас есть. Поэтому, друзья мои, вот вы знаете, да? У меня есть торговый портфель. Есть активный. Есть долгосрочный. Но и туда, и туда, и туда я беру фундаментально крепкие компании, которые готов там многие года держать. Понимаете? Да, я могу продать хоть на следующий день. Но не должно мне быть неспокойно. Я должен быть уверен, что если компания будет падать, я буду ее спокойно добирать, а не мандражировать. Поэтому даже спекулятивный портфель я беру компаний, которые имеют большой потенциал увеличения денежных потоков. Либо в текущих ситуациях, допустим, большой потенциал увеличения денежных потоков, допустим, в текущих ситуациях Русал не имеет. Но я его беру. Почему? Потому что соотношение динамики акций к динамике падения денежных потоков, рынков и так далее, ну, небо и земля, понимаете? Ну, соотношение. Да, может быть, у какой-то компании нет, а я ее взял, да, нет больших перспектив развития денежных потоков в ближайшее время. Но если ты смотришь, что ее укатали в 3 раза, да, а она, допустим, потеряла выручки 25% контрактов, там, те же самые 25% и географии поставок, допустим, процентов на 40, да, а ее укатали в 3 или в 4 раза. Ну, понятно, есть расхождение или, допустим, цена акций, там, на ее продукцию, ой, цена на ее продукцию, ну, допустим, там, цена, там, на сталь, там, упала, там, допустим, на 50%, а компания, там, на 300%, ну, понятно, понимаете? Ну, то есть, ну, просто все считается. И даже спекулятивно я беру компании, которые имеют, которые мне очень, в которые я готов инвестировать на года. То есть, точки входа практически во все три портфеля, долгосрочные, активные и торговые, они одни. И компании одни, понимаете? Просто схема работы с ними разная, вот и все. Поэтому, если я не уверен в компании, я ее не беру даже на спекуляцию. Зачем мне это надо нервничать? Такие дела, друзья мои. Задавайте вопросы, получайте ответы. Всем пока.